Признание проблемы – первый шаг к ее решению. А во всех остальных знают в реабилитационном центре «Соль земли», что находится в Нижне-Тавдинском районе. Приезжают сюда исключительно по собственному желанию. Процесс избавления от зависимости долгий и непростой. И спорт в нем играет далеко не последнюю роль. Центру «Соль земли» уже 23 года. Конечно, атлетов здесь не готовят. Спорт здесь не про рост мышц и результатов. Те ребята, которые сюда приходят, мы, конечно, начинаем сразу же интегрировать в спортивные мероприятия, в футбол, в волейбол. Поэтому человек должен понять, что тело – это то, чем надо заниматься постоянно. Я многое понял за этот период времени. Ну и каждому советую вообще не пить, не курить и заниматься спортом. А чтобы процесс этот не превратился в рутину, и организуется ежегодный турнир по волейболу. Постоянный его участник – теперь уже бывший пациент центра Илья Терехин. Сейчас он работает автомехаником. Глядя на его спортивную фигуру, сложно поверить, что у него была серьезная зависимость. А потому он никогда не забывает о людях, которые дали ему стимул жить. Во-первых, я увидел людей, которые уже много лет без этого могут жить. Это первое, что толкает. То есть это, возможно, первое, что стоит для себя понять, что это возможно жить без этого всего. Второе – это, конечно, поддержка людей, вот этих же людей поддержка. Ну и третье – это просто ты работаешь сам над собой, возрастаешь в своей же уверенности, где-то ты был… Ну, вообще просто ты занимаешься саморазвитием. Стоишь, подъем, завтрак, ну, зарядка, естественно, завтрак. Идешь, там, просмотришь какой-нибудь, ну, проповедь или еще что-то, вот. Идешь работать, ну, либо в поле, либо куда-то. Кто-то сваркой занимается, кто-то там дрова там пирает, кто-то трактор разбирает. В общем, есть работа здесь, всегда есть чем заниматься. Турнир выиграла команда ветеранов МВД. Еще один постоянный участник соревнований. В этом году победителя ждал импровизированный суперкубок. Чемпионам предстояло испытать прочность в матче со сборной ветеранов волейбола Тюменской области. Это развитие своего организма и прививание у молодежи желания и стремиться быть лучшим, сильным. Как говорится, в нашем дивизии Олимпийских игр быстрее, выше и сильнее. Если уж не быстрее, выше и сильнее, то хотя бы старательнее всех был 9-летний Даниил Борисенков. Именно благодаря ему в команде ветеранов появился сплав опыта и молодости. Дружба дружбой, а мяч в рост. Команда Даниила выиграла, как и пациенты центра, которые одерживают победу над собой каждый день. Когда мы приехали первый раз, приехали к ним, увидели, насколько здесь все правильно построен процесс. Было желание еще сделать свою такую спортивную составляющую и помочь им провести этот турнир, который стал традиционным. Очень добрый, теплый, расширяется география участников. Это самое главное. Маш... Маш... Продолжение следует...